Здравствуйте, я Атажанов Тимур, агроном тепличного комплекса Таврия-Скиф. Сегодня 21 января и уже 7 дней от сходов рассады томата, которую мы сеяли 10 января. Растение находится в фазе двух семидольных листов, начало и выхода первого настоящего листа. И сейчас, на данном этапе развития растений, необходимо сделать, провести профилактику от корневых заболеваний, корневых гнилей, черной ножки, шейковой гнили. Сегодня мы будем делать полив растений томата раствором, в котором содержится препарат Prevucur Energy. Это системный фунгицид, который поможет нам бороться, сделать профилактику от данных заболеваний. Применять будем из расчета 20 мл препарата, мы будем растворять в 10 литрах воды. У нас растет 45 тысяч растений в 160-й кассете, и на этот объем, на эти растения, мы выльем 400 литров рабочего раствора. Как мы готовим рабочий раствор? У нас бочка в 200 литров, которую мы наполняем водой. Вода должна быть подогрета до температуры 22-23 градуса. В эту воду мы, в полную бочку, мы выливаем 400 мл препарата Prevucur Energy. Размешиваем, набираем лейки и вносим путем дождевания на наши растения. Самое главное, перед началом полива, у нас сейчас работают лампы досветки, необходимо выключить эти лампы досветки. Так как во время полива верхнего у нас на листьях томата будут собираться капли. А эта капля имеет форму линзы, она сферическая. И при наличии света, при наличии досветки, возможно появятся на листьях томата ожоги, которые с помощью капли, которые как линза, пропускают свет и сделают нам ожоги. Это нам не нужно. Мы выключаем свет, проводим полив, проводим профилактику от корневых заболеваний и даем растению 2-3 часа высохнуть от этих каплей. И включаем досветку в обычный режим, как у нас она и была раньше, в день с 5 утра до 10 ночи, потом у нас с 10 ночи до 5 утра у нас с ночи. И мы так держим до того, как будем пикировать растения в пол-литровый оршок. После данного полива мы никаких дальше подкормок не делаем, ничего больше не вносим. Профилактику мы сделали. Так, превикур энерджи, еще как заявляет производитель, он способствует развитию корневой системы. Но это вторичное действие его. Мы растаду поливаем и 30-31 января мы будем пикировать ее в пол-литровый оршок. И там уже в дальнейшем мы, наверное, будем вносить еще раз препарат превикур энерджи и дальше будем проводить подкормки наших растений. А до этого времени больше ничего с нашей рассадой мы делать не будем. Держим температурный режим, режим досветки и ждем, когда рассада будет готова к пикировке в пол-литровый оршок.